Сегодня президент США Барак Обама на совместной с лидером Южной Кореи пресс-конференции в Сеуле подтвердил информацию о том, что режим санкций в отношении Москвы может быть ужесточен. По словам главы Белого дома, Запад будет действовать согласованно. Говорил сегодня Обама не только о межгосударственных отношениях, но и о личных между ним и президентом России. Глава Белого дома заявил, что спас бы Владимира Путина, если бы тот тонул. Подробнее о визите американского лидера в Корею расскажет Александр Панов. Президент США прибыл в Южную Корею в официально объявленные здесь Дни Великой Скорби. Страна оплакивает гибель сотен людей, которые так и не сошли на берег после экскурсии на пароме Севол. От лица всех американцев я хочу выразить соболезнования родственникам погибших. Многие из них были школьниками, у них впереди была вся жизнь. Вы знаете, что у меня есть две дочери почти такого же возраста. Я могу лишь представить, что переживают сейчас родители. Перед началом двусторонних переговоров делегации почтили память погибших минутой молчания. Но работа прежде всего. Главная тема встреч – безопасность Южной Кореи и региональные вызовы. Президент США дал понять Сеулу, что Вашингтон приоритетов не меняет, равно как и партнеров. Южная Корея может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов. А угрозы Северной Кореи приведут лишь к дальнейшей изоляции страны от мирового сообщества. Любые переговоры с Пхеньяном должны включать вопрос ядерного разрушения, подчеркнул глава Белого дома. В канун его прибытия на границе между Севером и Югом звучала стрельба. Корабль ВМС Южной Кореи произвел несколько предупредительных выстрелов после того, как два северокорейских патрульных катера пересекли в Желтом море морскую границу между двумя странами. Это могло быть сознательной провокацией КНДР. Однако официальные СМИ Северной Кореи объявили провокационным визит Обамы. Впрочем, кризис на другом конце света заставил высокого гостя сменить тему. Сегодня президент США разговаривал по телефону с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. Обсуждалась возможность введения новых экономических санкций в отношении России. О них может быть объявлено со дня на день. Вместе с тем, глава Белого дома признает, что санкции Запада могут не сработать. Важный момент. Мы должны понимать, что санкции не обязательно решат проблему. Но мы продолжим стараться повысить цену, которую Россия заплатит за свои действия. Мы все еще оставляем ей возможность двигаться в другом, правильном направлении. На пресс-конференции американский репортер напомнил президенту предположение, высказанное на днях Владимиром Путиным, о том, что Обама спас бы его из воды, если бы президент России тонул. Я, конечно же, спас бы мистера Путина. Хочется верить, что я бы помог любому тонущему человеку. Я раньше был хорошим пловцом, я ведь рос на Гавайях. Сейчас, правда, я не в лучшей форме. По словам Обамы, он также хотел бы думать, что и Путин тоже бы его спас. Как и накануне в Японии, в Корее Обама посетил главные культурно-исторические места, в частности, дворец последней императорской династии Чосон, правивший больше пяти веков. Президент привез в эту страну девять древнекорейских печатей, исторических ценностей, захваченных американскими солдатами в ходе Корейской войны 1950-1953 годов. Обама возложил венок к военному мемориалу. Более 36 тысяч американцев погибли в том конфликте, который закончился без подписания мирного договора. Две Кореи технически до сих пор находятся между собой в состоянии войны. Восьмидневная поездка американского президента в Японию, Корею, Малайзию и Филиппины должна была состояться еще осенью прошлого года. Обама объявил, что этот регион в будущем станет важнейшим для США. Европейцы даже не на шутку обиделись. Но визит тогда сорвал острый политический кризис в Вашингтоне, приведший к временной остановке правительства. А в этот раз события в Украине наложили в серьезный отпечаток на повестку дня азиатского вояжа Обамы. Александр Панов, Дмитрий Шахов, РТВА, Вашингтон.